Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск «День за днём» в студии Ксения Бьюшкова. О важных событиях в городе расскажем далее. Еженедельное рабочее совещание в администрации. Управление по делам ГО и ЧС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю. За прошедшую неделю на территории муниципального образования спасатели Десногорского поисково-спасательного отряда Управления по делам ГО и ЧС привлекались для проведения работ. Мусорные контейнеры в Десногорске. Быть или не быть? Павел Алексеевич подошел к этому вопросу очень внимательно, обратился в концерн «Росэнергоатом». И в результате нам были выделены деньги для организации, место сбора и складирования мусора. 14 января руководители главных городских организаций провели плановое совещание, на котором рассказали об итогах работы в январские праздники и обсудили предстоящие события в Атомграде. Подробнее далее. Первое общегородское совещание в новом 2020 году началось со слов заместителя главы Десногорска Александра Новикова. Поздравляем с наступительными праздниками, с Новым годом, с Рождеством, со сторонами Нового года. Новые задачи, новые планы, новые проблемы, которые мы будем решать в этом году. Нас ждут. Я уверен, что все мы с ними достойно справимся. После этого участники совещания приступили к обсуждению еженедельной повестки. Инженерная инфраструктура города отмечена предстоящими ремонтными работами во втором микрорайоне. Здесь через год временно ограничена подача холодной воды в многоэтажные дома номер 1, 2 и 3 второго микрорайона. Также особое внимание уделяется очистке от снега тротуаров и придомовых территорий. Но благодаря перевенчивой погоде эта задача решается особенно оперативно. О предстоящих городских событиях рассказала председатель комитета по культуре Анна Королёва. 18 января в 10 часов на базе МВУ «Полтесна» мы приглашаем на спортивный праздник в рамках открытия патриотического клуба «Атом» по практической стрельбе из пневматического пистолета. Кроме того, до 13 февраля в выставочном зале Десногорского историко-краеведческого музея продолжается выставка живописи и скульптуры Надежды Иоанны Бельченковых. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГОИЧС по Десногорску Андрей Воронцов. За прошедшую неделю на территории муниципального образования спасатели Десногорского поисково-спасательного отряда управления по делам ГОИЧС привлекались для проведения работ. По оказанию помощи скорой – пять раз. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 620 сообщений, из них 245 ложных. Поступило и отработано семь просьб от населения. Вопросы городского благоустройства – задача не только администрации. Все решается быстрее и лучше, если люди сами включаются в решение проблем и проявляют свою гражданскую позицию. Так случилось, например, с установкой мусорных баков. Подробности далее. Мусорный вопрос – одна из главных задач большинства городов России. Это относится и к Десногорску. Но пассивно ожидать перемен к лучшему не в правилах жителей, например, 8-го микрорайона. Износа где-то и отсутствие мусорных баков заставил горожан действовать. Жители деревни Сосновка, а также жители 8-го микрорайона, так называемая тоже Сосновка, обратились к мне с своей проблемой по работе регионального оператора по вывозу бытовых отходов. То есть в этих населенных пунктах и микрорайоне 8-м отсутствуют контейнеры для вывоза мусора. Депутат Десногорского городского совета Юрий Деваков обратился в администрацию города. И уже скоро совместно с Комитетом по городскому хозяйству и жителями 8-го микрорайона удалось определить места для размещения новых контейнерных площадок. Но требовалось найти источник финансирования, а это почти 800 тысяч рублей, которых в бюджете Десногорска не было. Я инсцентировал обращение к директору атомной станции Павлу Алексеевичу Лубенскому. Павел Алексеевич подошел к этому вопросу очень внимательно, обратился к концерну «Росэнергоатом». И в результате нам были выделены деньги для организации места сбора и складирования мусора. Благодаря тому, что действовать удалось слаженно и одной командой, в канун Нового года запланированные контейнеры были изготовлены и поставлены в Десногорск по программе «Мой любимый город-2019». В конце 2019 года службы благоустройства по программе «Мой любимый город» при поддержке концерна «Росэнергоатом» были выполнены работы по устройству на территории муниципального образования 9 контейнерных площадок и установки на них контейнерных баков. Всего было установлено порядка 30 контейнерных баков. Благодаря совместным слаженным действиям и неравнодушным жителям, обновками могут похвастаться 4-й и 8-й микрорайоны, а также деревня Сосновка. Следующие из своей задачи депутат Юрий Деваков видит в обеспечении безопасного движения на своем участке. Подробнее об этом расскажем в следующих выпусках. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Григорий Шилин, Александр Ирофеев, Десна-ТВ. А теперь о погоде. 16 января в Десногорске пасмурно и небольшой дождь. Температура днем и ночью плюс один. Это были все новости на сегодня. Больше интересного можно увидеть на нашем сайте disna-defiz-tv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Инстаграм. В студии работала Ксения Вьюшкова. До новых встреч!